Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. И сегодня мы с вами читаем 19 главу. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру и пойдете в путь свой». Мы видим, что Лот оказывает им гостеприимство ангелам. И ангелы, они, собственно, выглядят как люди, как мужи. И Лот показывает добродетелям, показывает гостеприимство. Он их приветливо встречает. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их. И они подошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». И здесь мы видим, собственно, то беззаконие, которое потом дало название Содомскому греху. Но дело не только в этом, в этом тоже, безусловно, но не только в этом, поскольку для патриархального общества, для древнего общества напасть на гостя, обесчестить гостя, нанести оскорбление гостю, это предел падения, абсолютный предел падения. Вот дальше падать некуда. То есть поведение Содомлян, оно показывает о том, что ничего с тем гордым сделать нельзя. Это люди, которые пали уже, вот дальше им абсолютно некуда падать. Это абсолютно за пределами любой милости, любого спасения. Лот вышел к ним ко входу, запер за собой дверь и сказал им, «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно. Только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего». Лот выходит и пытается их пристыдить. Он говорит, что лучше мне даже вот своих дочерей отдать, чем совершить такую бесчестность, такое ужасающее нечестие, что выдать гостя. В обществе той эпохи действительно самое ужасное, что можно сделать – это предать гостя. Гость есть особо священная, и вот такое отношение к гостю – это знак того, что ну вот не все еще погибло. Ну, может, человек негодяй, конечно, но он, по крайней мере, уважает гостеприимство. Гостеприимство – это то, что очень важно в культуре того времени. И когда люди готовы попрать гостеприимство, то это уже все, это уже полный нравственный распад. Не делайте им ничего, так как они пришли под кровь дома моего. То есть это мои гости. С ним ничего нельзя делать. Что-либо сделать худое гостю – это самое проклятое дело. Но они сказали ему – пойди сюда, и сказали – вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. И очень приступали к человеку-сему, к лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужики простерли руки свои и вели лота к себе в дом, и дверь дома заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. То есть чудесным, сверхъестественным образом эта толпа останавливается. Ангелы поражают эту толпу слепотой. Сказали мужи те лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? Или кто бы ни был у тебя в городе? Всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу. И Господь послал нас истребить его. И мы видим, что не находятся десяти праведников, что жители Содомские показывают свою крайнюю уже неисправимость, и на Содом приходит Божий суд. И вышел лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей своих, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. И мы видим, что лот призывает своих родственников бежать из этого города. Но они не верят. И этот образ бегства из Содома, он очень глубоко отпечатан в христианском сознании, поскольку это актуальный образ бегства из мира греха. То есть человек может физически убежать из Содома. И это происходило, когда, например, богочестивые монахи покидали крупные города с их развращенной атмосферой, которые напоминали им о Содоме, и они удалялись в пустыню для того, чтобы жить вдали от всего этого греха. Но также не обязательно физическое бегство имеется в виду. Имеется в виду решительный разрыв с грехом. Потому что, да, физически я могу находиться в этой развращенной среде, но я не буду с ней соприкасаться, я не буду подражать этим людям. Я буду жить совершенно другому. По-другому я буду жить, как иногда называют, в такой внутренней эмиграции, когда человек не поддерживает и не разделяет устремления окружающих, а живет по своим собственным принципам. И вот этот образ бегства – это образ разрыва с грехом, ухода из греха. Когда взошла заря, ангелы начали торопить лота, говоря, «Встань, возьми жену твоих, двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи, те ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». И мы видим здесь пример того, как нужно бежать от греха, бежать от погибели, бежать, не останавливаться, не оглядываться, не медлить, не колебаться. И это требует, конечно, веры в то, что сейчас этот город погибнет, в то, что грех есть погибли. В данном случае погибли, обрушиться на Содом. И Лоту и его родным заповедано стремительно бежать, не останавливаться. Как нам заповедано стремительно бежать от греха и не останавливаться, не оглядываться и не колебаться. Но вот сказал он, нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и чтобы мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же Мау, побегу я туда, он же Мау, и сохранится жизнь моя ради тебя. И сказал ему, вот в угодность тебе я сделаю это, не неиспровергну город, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло на землю, и вот пришел Сигор. То есть Сигор, это, видимо, какой-то из пригородов Содома. И ему предстояло погибнуть вместе с Содомом. Но поскольку Лот прибежал в этот город, поскольку в нем оказался этот праведник, он туда прибежал, этот город не будет неиспровернут. Он спасется благодаря тому, что в нем присутствует Лот праведный. Солнце взошло на землю, и вот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серую огонь от Господа с неба. И неиспроверг города сии и все окрестности, и у всех жителей городов сих, и все произрастения земли. Жена Желотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. В той местности можно видеть до сих пор стоящие соляные столпы. И вот один из этих столпов, он связывается с именем жены Лотовой, которая оглянулась на Содом и стала соляным столпом. И это тоже очень глубокое указание на то, что когда ты бежишь, когда ты спасаешься от Содома, когда ты спасаешься из этого греховного места, которое обречено на разрушение, не оглядывайся. Просто беги. И это важно, когда человек борется с каким-то грехом, с какой-то держащей его духовной привычкой. Важно не оглядываться, не возвращаться. И постоянно возникает в Библии этот момент резкого ухода от греха. То есть не то, что я посижу, подумаю, а вскочил и побежал. И не оглядывайся. И поэтому не нужно оглядываться в это царство греха, обреченное на погибель, из которого мы вышли. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял при лицом Господа. И посмотрел к Содому и Гаморе, и на все пространство окрестностей, и увидел. Вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял все города окрестностей сей, вспомнил Бог об Аврааме, и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора, и стал жить в горе, и с ним две дочери его. Ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей, Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вино, мы переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим в ту ночь, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей, Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в эту ночь, и вошла младшая, и спала с ним, он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына и нарекла ему имя Моав, говоря, он от отца моего. Он отец Моавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла имя ему Бен Амми, говоря, он сын рода моего. Он отец Аммонитян до ныне. Для человека той эпохи бездетность это настолько катастрофа, что дочери Лотовы, видя, что у них не будет женихов и у них не будет, соответственно, детей, они решают зачать детей от своего отца. И понятно, что это что-то, что делается в ситуации отчаяния, когда для людей той эпохи самое ужасное, вот это мы видим по всему повествованию, самое ужасное это остаться без детей. И отец их Лот, он останется без потомствия, они сами останутся без детей, и чтобы этого избежать, они идут на такую крайнюю меру. И говорится о том, что эти потомки Лота, это, соответственно, предки народов Моавитян и Аммонитян. Мы с вами прочитали 19 главу книги «Бытия». Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».